Сейчас я нахожусь в Тель-Авиве, и ночью мы с коллегами наблюдали на фоне темного неба световое шоу из иранских ракет и израильских противоракет. Я, правда, в основном все проспал, но коллеги поснимали из окна. Сейчас вот вы видите запись, которую сделал сотрудник редакции сам. В каком-то смысле прошедшая ночь действительно была исторической. Впервые Иран ударил по Израилю от своего имени и собственными вооруженными силами со своей территории. Прежде Исламская Республика действовала через своих прокси, например, через ливанскую террористическую организацию Хизбалла. И да, руководство Ирана регулярно подчеркивало, что уничтожение еврейского государства это не просто цель, а смысл их существования. Но все же таки раньше Иран предпочитал осуществлять свою мечту не напрямую, а через лояльные группировки. Которые, собственно, тоже приняли участие в этом мероприятии. Ракеты полетели в Израиль как из Ирана, так и из Ливана и из Йемена. И, кстати, то, что по территории Израиля атакуют из Йемена, тоже новая реальность последнего времени. Но это теряется на фоне главной новости. Ракеты и дроны Камикадзе «Шахид» запустили из самого Ирана. Свою затею иранское руководство анонсировало сильно заблаговременно. От факторов внезапности заведомо отказались, буквально передав пас израильской стороне. Мол, мы скоро вас побомбим, готовьтесь сбивать гостинцы. В итоге подготовился и сам Израиль, и Соединенные Штаты Америки, у которых есть авиация в Ираке. И даже и Ордания. Иран, видимо, решил подобным образом удержать эскалацию в определенных рамках. Надо понимать, что у Ирана с Израилем нет общей границы, даже и близко. К каждой ракете нужно было преодолеть воздушное пространство сразу нескольких государств. То же относится и к тихоходным «Шахидам», которые до Израиля летят около 9 часов. И отправляли их явно без особой надежды, что хоть один из них, из этих летающих мопедов со взрывчаткой, достигнет цели. К сожалению, без жертв не обошлось. Трое человек погибли от «Шахида» в Ордании. Ранее Королевство заявило, что будет сбивать беспилотники и ракеты, выпущенные по Израилю. И вовсю сбивало. Видимо, один из подбитых беспилотников и привел к гибели иорданских граждан на земле. В самом Израиле тяжелые ранения получила 7-летняя девочка из бедуинского поселения. Сейчас она в коме. Бедуины – это группа арабского населения, ведущая преимущественно кочевой образ жизни. В Израиле бедуинов больше 200 тысяч. Правда, они все меньше кочуют и все больше живут в поселениях. Есть в Израиле чисто арабские города. Именно по одному из таких, Ум-Эль-Фахам, прилетел иранский боеприпас. То есть в результате атаки по сионистам, как называли это власти Ирана, погибли и пострадали исключительно этнические арабы. В остальном Израиле скорая помощь сообщила о 31 пострадавшем от травм при беге в бомбоубежище и от излишнего стресса. С чего вообще начался нынешний виток эскалации? Две недели назад, 1 апреля, авиация армии обороны Израиля уничтожила здание консульства Ирана в столице Сирии – Дамаске. Там в тот момент находились иранские военные. От 7 до 14 из них погибли, в том числе не менее двух генералов. Израильская авиация свободно действует в воздушном пространстве Сирии против иранских и проиранских сил на том основании, что с самой Сирией Израиль уже более 50 лет формально находится в состоянии войны. Для Ирана же территория Сирийской Арабской Республики – это плацдарм для того, чтобы физически подобраться к Израилю. После гибели генералов 1 апреля Иран, исходя из ближневосточных правил игры, не ответить не мог. Но, судя по датам, аэталы долго размышляли, как именно ответить, чтобы потом израильские ответные действия не были слишком уж болезненными. Более того, в СМИ появилась информация о кулуарных переговорах между Ираном, Израилем и США на тему того, как бы слишком не обострять и при этом сохранить лицо. 13 апреля Иран зачем-то захватил морской контейнеровоз под португальским флагом с индийским экипажем и российским механиком на борту. Это судно имеет опосредственное очень отношение к Израилю. Затем в ночь на сегодня состоялась операция с красноречивым названием «Правдивое обещание». Мол, мы обещали отомстить, и вот оно. Баллистические ракеты, которые, в отличие от дронов Камикадзе, все-таки до Израиля долетали, в основном направлялись в пустыню Негев, очень малонаселенную часть Израиля, где, однако, находится немало военных баз. Именно летящие туда ракеты красочно сбиваются израильской системой «Железный купол» на этих кадрах на фоне одной из главных мечетей Иерусалима. Вроде как одна ракета даже действительно попала в военную базу и нанесла незначительные повреждения, типа там забор что ли рухнул. Самолеты оттуда с этой базы при этом продолжали взлетать, и работа базы никак не прервалась. Пока израильтяне, американцы и иорданцы сбивали ракеты и баражирующие боеприпасы, официальный Тегеран поспешил заявить «Мы нашу жажду от мщения удовлетворили, на этом все». Мстители открыто призывают Иерусалим не бить в ответку и на этом разойтись. Большой вопрос, может ли это себе позволить Израиль. На Ближнем Востоке такое могут расценить как слабость. Единственное, что можно определенно сказать по результатам этой непростой ночи. Видимо, главной целью иранской атаки был не сам Израиль, но воображение всего человечества. Ведь если кто-то развязывает массированную атаку дронами и ракетами, не достигает никаких целей и объявляет дело сделанным, эта война не против Израиля, а за первые полцы газет. В шороху навели, ракеты и дроны потратили, людей перепугали, ничего толком не добились и успокоились. То, что вчера вечером казалось анонсом мировой войны, сегодня выглядит как курьез, как анекдот без панчлайна. Чего вы так хотели? Доказать Израилю, что могут его достать? Ну так доказали обратное. Погрозить кулаком? Ну нельзя сказать, что кто-то впечатлился. Скорее всего, единственной целью операции было продемонстрировать, что если уж Иран что-то решил, то выпьет обязательно. Что он не оставит без отмщения атаку израильской военщины, что способен адекватно отвечать. Но оказалось не способен. Причем масштаб несоответствия беспрецедентного масштаба атаки и достигнутых целей слишком уж бросается в глаза. Тем не менее, не стоит относиться к такого рода атаки, как к неудачному пранку. Речь идет об акте войны. Если бы Иран достиг своих целей и нанес существенный урон, мы бы сегодня в очередной раз проснулись в новом мире, где на Ближнем Востоке две до предела милитаризованные страны мочат друг друга всем, что способно летать и достигнуть территории противника. Этого не случилось, и провокация осталась провокацией, о которой мы, видимо, вскоре забудем. Но опыт последних 10 лет, начиная с 2014-го, говорит, в исполнении деструктивного режима, каковым иранская теократия, безусловно, является, от игры в войнушку до настоящей войны расстояние может быть в 4 шага. Мы знаем, что действия таких режимов бесполезно описывать логикой и рациональностью. Война для них может быть самоцелью. Когда мы имеем дело с вооруженным до зубов режимом, который может развязать войну просто потому, что Израиль, мол, подлежит уничтожению, уверенность в том, что вздорная провокация всякий раз будет оставаться вздорной провокацией, до предела наивна. Израиль же ко всему этому хорошо готов, как мы видели по вчерашней ночи. Посмотрим, как эта история будет продолжаться. Кстати, если вы в Израиле, то сюда приехала Екатерина Шульман. У себя в Телеграме она написала, что переночевала сегодня в отеле прямо напротив израильского генштаба. И ее две лекции состоятся по плану. Сегодня в Хайфе, а завтра в Тель-Авиве. Ссылку на эти лекции я оставил в описании, приходите. Сегодня у нас еще вечером выйдет сводка с Русланом Левиевым. А я прощаюсь с вами, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok